Наши предки считали, что так выглядит наша земля. Они заблуждались. Индейцы, поючи, кочующие племя. Мы пришли сюда из страны холодного солнца. Мы много бродили по свету и нигде не видели, чтобы земля закруглялась. Алло, привет. Привет, как удобно по имени. Просто у тебя имя такое необычное, уникальное. Как тебе мне? Ну, просто Аверам. Аверам, да? Замечательно. Ну, мне можно просто слава. Вот, это. Мне просто, я писать буду долго, поэтому я с удовольствием отвечу на твои вопросы. Видишь, даже когда мы с этим Олежкой писали ролик, ему настолько было удобно с этой картой работать, которую ты создал. У него были другие заготовки. Это не я создал, а мой брат Амир. А, а сейчас я с кем говорю? Аверам. Ой, 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 ой. А Виталий, это мой папа. Ой, спасибо вам. Ага. Значит, то я общался с Амиром, а сейчас я общаюсь с Аверамом. Все. Да, да. А сейчас я, кстати, в эти минуты пытаюсь один ролик этот до ума довести. Да, да, я понял. Да. Что я хочу сказать? Значит, давай пробежимся по твоим вопросам. Вообще, в принципе, каждому человеку невозможно применить и стопроцентное, скажем так, рецепт подключения к информационному полю. Откуда, во-первых, у меня такие знания, которые, как бы, не для красного словца, а я получаю письма, что люди в шоке. Потому что многое из того, что я озвучиваю, до меня такого вообще никто не говорил. То есть, в книжках такого не написано. В библиотеку Ватикана меня не пустят. По телевизору и в интернете это не показывают. Фантазией это невозможно назвать, потому что тысячи писем ежесуточно подтверждают, что я все правильно озвучиваю и там, может, незначительные какие-нибудь детали. Давай начнем так. Ага. Замечательно. Я, Амир с нами. Ну, тогда вообще великолепно. Привет. А, привет, Амир. О, рад знакомству, друзья. Так, это ж я пытаюсь на вопросы ответить Аверрама. Как подключиться к информационному полю? Нужно ли всегда участие богов для этого? Да, во-первых, мы сами себе боги, если так громко сказать. Нет, не нужно участие богов. Длинные волосы, в моем понимании, желательно. Потому что после того, как я два года назад начал, три года назад их отращивать, а у меня всегда была классическая, как у всех, прическа современная, сзади гладко выбрита. И вот за три года, скажем так, я лично для себя нарастил эту возможность. Даже был какой-то пример исторический, что в одну армию привели рекрутов, и они все были длинноволосые. И главнокомандующий... Ну, сейчас мы пока про них не будем говорить, сейчас я, да, за армию скажу. И главнокомандующий сказал это, побрить всех наголо, чтобы были полностью лысые. Мне не нужны солдаты, которые умеют думать. Вот, вот такой ключевой момент. А с певцами Моцартами, там это целая дилемма. Половина композиторов вымышленные, и их никогда не было. Но и тем не менее, все-таки те, которые были, конечно... Ну, наши предки это считали, как бы, как потерять часть тела, волосы. Ну, это... это антенки. Ну, это как... как это сказать... Компьютер без интернета, да? Мне очень много, конечно, вопросов про информационное поле. Но фишка в чем? Как вот не вам, а другим бы слушателям бы сказал бы. Вы... ну, другим, не вам это обращаясь, а другим слушателям. Вот я, допустим, последние 7 лет каждый день слушал лекции по 8-12 часов. Это тоже очень важный момент. Да, мне повезло, у меня появилось на каком-то этапе время, но, как бы, появилось, как говорится, если я в чем-то преуспеваю, то в чем-то теряю. Но в нашей жизни знания первостепенные, остальное все тленно. Поэтому лекции я слушал не для того, чтобы, скажем так, сплагиатировать, а просто терминов набирался. Я сто раз приводил пример и повторюсь. Вот пойдем мы с вами в какие-нибудь джунгли Амазонии, покажем компьютер. И человек не скажет, что это такое, он скажет, коробка, да, и то в лучшем случае непонятно. И вот те вещи, которые 20 лет назад мне довелось увидеть и записать, я не знал, как их перевести на наш современный язык и объяснить те или иные моменты. И лекторов я слушал исключительно, чтобы терминологии набраться, чтобы словесные обороты, чтобы понять, как переводить с того языка на наш современный. А, все, понял. Сказать, что вот так вот, просто вот как мне вот друг позвонил, сказал, товарищи, 20 лет знакомы, дружим это. Он говорит, это тебе просто повезло. Я говорю, Рома, говорю, просто 90, а так четвертак, и с того 115. Ты понимаешь, что просто ничего не бывает. Это титанический труд на протяжении 7 лет, изучение сутками всевозможных лекторов, нужных и ненужных, правильных и неправильных. Почему? Потому что, ладно, там мне фартануло 20 лет назад, зернышко мне дали, допустим, боги в руки. Так это зернышко надо было вырастить, благоприятную почву ему подобрать, благоприятную воду, чтобы оно проросло. То есть свое участие это? Да, 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 да. Понятно. Невозможно. Хоть я иногда шучу, что я Емеля на печи, и у меня все по щучьему велению по моему хотению. Ну, в основном так и бывает. Но, оборачиваясь назад, я понимаю, что все-таки очень много проделано в плане обучения. То есть это все этап какого-то учения или... Ну, сам ты это делаешь? А, именно подключение к информационному полю, оно происходит здесь, сегодня и сейчас. То есть это... А, то есть ты просто этого хочешь, и это получается? Иногда приходится хотеть. Иногда, знаешь, мне задают вопрос, и мне так хочется на него ответить, и иногда у меня на вопрос, чтобы ответить, уходит 2-3 секунды, иногда час, иногда неделя, иногда месяц. Вот я, допустим, долго ломал голову над перевалом Дятловым. Мне было самому столько лет интересно, что же там на самом деле произошло. Ну, если вы знаете, о чем я говорю. Не сталкивались с перевалом Дятлова, нет? Нет. А, ну то надо вам просто посмотреть этот документальный фильм, любой, неважно какой, вот просто пишите, перевал Дятлова, и никто не может ответить на этот вопрос, что же там произошло с группой туристов. Я сколько? Ну, наверное, лет 7, наверное, голову ломал, пока не ответил на этот вопрос, что же там произошло. Ну, то я отвечать не буду. Почему? Потому что вы не смотрели, интрига будет потеряна. Больно, да? Да. То есть, знаешь, как правильно. Вообще, всегда правильно, когда вопрос это не задали, как бы отвечать его не нужно. Вообще, как бы против всех канонов иду сейчас, когда вот это все рассказываю, потому что у меня никто не спрашивал этих знаний. Но я понимаю, что в сложившейся нашей ситуации, ждать, пока спросят, нету времени. То есть, как я шучу, надо ходить по улицам, ну, это фигура речи. И лекарства насильно запихивать в рот людям, ну, лекарства это фигура речи, не буквально, чтобы их спасти, потому что они не понимают, что происходит. Все есть, ничего, нету ничего того, что мы не озвучили. Если мы это озвучили, все есть. Что типа темные силы внутри нашей земли, верно? Все захватили нас. Мы в оккупации, типа. Ну, конечно, ты же видишь, что происходит. Ну, или не видите, не знаю. Вы видим. Я вижу все видео твои. Ты говоришь, что это, есть добрые силы и есть темные силы. Потому что они наблюдают за нами через Луну. Ну, да, можно их называть добрыми силами, можно их называть просто наши эволюционно более развитые родственники. Это равносильно мы для них дети, а не взрослые. Вот как вот, допустим, с ребенком рядом присутствует родитель, который эволюционно умнее на определенном развитии, физически сильнее, там, если сравнивать, допустим, мужчину 30 лет и его сына 5 лет. То есть, естественно, он рядом с ним присутствует. Мудрый, мудрый. Да, но он, как я приводил пример, светлые силы, вот меня всегда упрекают, почему они нам не помогают. Самый железобетонный пример. Берем ребенка, который родился, и до 12-13 лет носим его на руках, принципиально, специально. А в 13 лет говорим, становись на ноги и иди. Естественно, он не пойдет, потому что у него не окрепли мышцы и ноги. То же самое и наши светлые иерархи, они нас на руки не берут. Да, ну, наблюдают. В критических ситуациях, конечно, вмешиваются, когда видят, что... А мы сами того не понимаем, думаем, что это типа удача там, или типа какой-то ихний, ну, бог там, или ангел-хранитель. Ну, то есть нам с детства обнушают то, что типа это не добрые, ну, не добрые, а что-то такие, светлые силы, ну, в этом роде. А если, допустим, мы прогоним эти темные силы с нашей планеты, так, не знаю, добрые, пусть это на землю лезь, что-то вроде этого, или как-то начнут нас охранять, или научат, как себя охранять, или какое насчение. Как нас всегда охраняют, и будут охранять, как говорится. Насчет светлых богов вообще не заморачивайся, не заморачивайтесь. Я вам скажу так, вот легенда есть. Ушел в мир иной человек, мужчина, и встречается с богом. За богов скажу в двух словах, их мириады. Ну, мириады, если перевести, миллиарды миллионов. Там их просто нереальное количество. Как говорится, больше, чем муравьев, муравейники. И вот уходит в мир иной этот мужчина, и встречается с богом, своим покровителем. Он говорит, что ж ты меня не поддерживал в течение жизни? Говорит, что ты решил, что я тебя не поддерживал? Ну, говорит, вот смотри, вот следы. Идут следы, а рядом я вижу крупней следы. Это ты рядом со мной шел, защищал. А потом раз, следы исчезли, и потом через какое-то время опять появились. И вот смотри, бог, вот это был промежуток пути, когда ты меня оставил и бросил. А бог ему говорит, нет, говорит, это был тот момент, когда я тебя нес на руках. Это мои были следы. Бога. Поэтому я вообще про это не заморачиваюсь. Я фаталист, причем в 16 лет. Фаталист это человек, который верит в судьбу. То есть я в 16 лет для себя решил, что мы можем, конечно, влиять на те или иные аспекты, но... Но не совсем так. Например, какой я делал футбол, пусть они такие простые. Да, да, то, что я всегда говорю, там паста и так далее. Да, да. Вот пример, вот привожу. Я вообще обалдел. Короче, 10 лет назад у меня было видение, которое вот 3 дня назад за... А? Видение? Видение это как сновидение, только наяву. Но у меня видение часто посещают. Ну, то есть, это знаете, как вот в комнате, допустим, включаются огромные мониторы, ты как фильм видишь. Ага, понятно. Без наркотиков, без ничего. То есть у меня... А, слава, слава, мы знаем, что ты без наркотиков. А, благодарю. Так вот, 10 лет назад мне эта ситуация, короче, полностью привиделась в таких деталях. Получается так, поехал я на другой конец города, там надо было решить какие-то вопросы. И сел в электричку метро, еду обратно. И доезжаю до станции метро маршала Жукова, и у меня как бы это... там товарищ, который позвонил, он говорит... Это где-то я говорю, да, может выйду на станции маршала Жукова, встретимся, поговорю с тобой чуть-чуть, и поеду дальше. Вот. И я уже стою, думаю, да ладно, думаю, в следующий раз к нему заеду, зачем мне выходить? Потом думаю, а может выйти? И я выскакиваю, уже двери у меня за спиной захлопнулись. Я вышел, поднялся наверх, покурил, постоял, подумал, думаю, не, наверное, все-таки к Роману не пойду. Поеду домой, а там уже буду решать. И я сажусь в метро и перепутаю направление поезда. Вот люди говорят, как такое может быть? Да очень просто. Вот мне говорят, у меня такого в жизни никогда не было. Так и уж... Я на это внимания. Да. И я сажусь в противоположную, короче, электричку, и еду опять на другой конец города. И только когда она уже подъезжает там к тем остановкам, где до меня доходит, что я приехал в другой конец, выхожу из вагона и пересаживаюсь, я начинаю думать, что ж так меня вот боги петляют? Вот стопудово они меня хотят вот с кем-то свести, встретить, скажем так. Направить нужный рост. Да, то есть, как бы я не хотел бы, то есть, забегаю вперед, если бы я не вышел бы из метро или хотя бы сел бы в нужном направлении, я пришел бы домой и не встретил бы этого человека. Прошло 10 лет, я ее, в принципе, никогда после этого не видел. И я когда даже в троллейбусе ехал, я ее не видел в том понимании общепризнанном, она у меня стояла за спиной, а я просто не ожидал, что у меня глаза на затылке в буквальном смысле. И когда мы подъехали на конечную станцию, я повернулся, я был не уверен, что это Аня, и в троллейбусе, это получается, мы доехали до конечной станции, я разворачиваюсь к ней и говорю, Аня, она смотрит на меня, я говорю, неужели я обознался? Она говорит, я вас не знаю. Я говорю, а как же игра моровинт? И у меня так вспомнило. Вот, я проводил ее домой, поговорили, и я пошел своей дорогой, а она пошла своей. Но парадокс в том, что вот эту ситуацию, которая произошла, я еще 10 лет назад видел. Причем, тютелька в тютельке. Ну, люди принято называть дежавю, но я это называю, когда прописан у каждого человека программный код, и если некоторые люди просто знают алгоритм, просто случайно заглядывают в свою программную, эту, как это сказать? Выходит, это знают, типа, наперед. Да, 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 да. То есть, это и есть своего рода, ну, предвидение, нет? А, нет, да, это предвидение. А для чего эту длинную историю привел пример? Что как бы я не хотел бы уйти от этого, то, что должно быть? Да, она все равно посадила, вытолкала из метро, ладно, вытолкала, посадила на другую станцию, причем, это ж надо еще было в троллейбус зайти и стать спиной четко напротив нее, она была к окну повернута, то есть, я даже, я же говорю, это только сенсорик, она развернута была, она тоже ко мне спиной стояла, и я к ней спиной, и мы от конечной до конечной проехали, хотя мне нужно было на одну остановку раньше выходить, но я думаю, ошибусь, не ошибусь, все-таки, видение-то помню, вот это, думаю, если видение было 10 лет назад, тогда это 100% одна. Знаете, как вот в фильмах фантастических любят показывать, там будущее, прошлое, перемещаются люди, то есть, я как бы, я ее узнал не потому, что я ее узнал, а потому, что эту ситуацию я 10 лет назад видел. Вот почему. Так за 10 лет. Это вроде этого. Да. Вот, поэтому, ну, иногда можем менять, конечно, глобально, но... У других, так и самое, но не во всех, верно? Кстати, очень интересная тема. Вообще, с точки зрения географии и фигур, сейчас я покажу, как правильно должно оно все выглядеть, сейчас клетка. Да, оно все, все один к одному, все, все повторяется. Можно сравнить с подсолнухом, если хотите. Я думаю, я видел это в втором, ты мне прислывал сумку моему. Да, можно. Что-то вроде этого. Просто, в природе, вот таких острых граней под линейку, вы же понимаете, что не существует. Мы посмотрим на что угодно в природе, на любое растение и... Ай, сейчас скажу. То, что, ну, симметричность и неблаги в природе. Да, абсолютно, всегда присутствует незначительная асимметрия. Это, вот я вам покажу, вот как бы, это примитивный пример, ну, это в этом примере, вот я скриншот скину, пока... я это видел. Да, что соты имеют не четко вот такие острые это грани, а немножко закругленные. Но не так, так сотропили. Не так, не так. Я вот, не знаю, пойдет эта запись или нет, вы же знаете, я любитель это записывать, а там уже либо есть силы, либо возможность, это иногда реже выкладываю, вот тоже, как говорится, воспользоваться случаем. Хочу сказать, что знания до конца не озвучены. Их предстоит еще озвучивать, потому что, ну, как это, это знаете, вот получается, приходит ребенок в первый класс, а ему сразу за 10 лет это школьное образование. Поэтому я иногда подыграю даже вот людям, вот Олежке, то есть я Филипка включаю, то есть я не понимаю, объясни мне, чтобы человеку было легче. Знаете, как вот иногда в шашках там там папа поддается ребенку, чтобы он ощутил это. Да, то есть, да, и чтобы я этим примером Олегом тоже пытаюсь показать, что вот человек вчера, как говорится, сидел на берегу моря и смотрел на Луну, а сегодня он разобрал фундаментальную мир бытия, и когда вот такая подача идет, что наглядный пример человек законекнулся к информационному полю, вот еще вчера. Ты говоришь, информационное поле ты имеешь в виду не то, что типа компьютерное, там, не знаю, интернет это, а типа информационное поле что-то вроде духовного уровня, а что-то вроде этого? То есть, вот даже мои злопыхатели, они перелопатили весь интернет, пытаясь меня изобличить, что Котляров был не первый, и к своему горькому стыду были вынуждены признать, что до меня вообще эту тему никто не затрагивал. Но я-то и был, если вы первый ролик смотрели, помните, как я... Если сказать даже абсолютно недостоверное, если там один процент остался от того, что было 200 лет назад. Библии 200 лет назад написали. И все эти... Ну, другие веры также, да? Да, другие веры также. Это по Орвелу, там, получается, по сюжету. Скажем так, существовала одна организация на планете в ячейке, которая занималась тем, что каждый день переписывала историю. И вот такая организация у нас существует, она называется Иезуиты, то есть Иерархи Лжи. Вот. И они после того, как ячейку захватили, они с самого первого дня по сегодняшней вот эти 200... И с Библией... Переписывают все. И даже Библию переписывают. Библия 200 лет назад там было написано, что есть реинкарнация, что мы можем перевоплощаться из одного тела в другое. Немножко правды, да? Да, а потом все это начали убирать, убирать, убирать и убирать и... Все за последние 200 лет состряпано. То есть это тоже вид веры нашей не наука? Ну, ее вроде это религия. Классно сказано. Классно сказано. Наука это религия. Все правильно. Класс. Да. Вот это что маем, это маем. Да, кстати, я вот сегодня тоже подумал, уже запутался с кем я списался, по-моему, с Аверамом. Я уже... с Амиром. В ВКонтакте. И у меня такая мысль помелькнула. Надо как-то в Скайпе нам добавиться, чтобы обсудить те или иные детали, связанные с этими картами. Типа, подожди, вот эту карту вроде ты мне прислал, там написано Аскар. Давайте, да, вот видите, вот вы тоже, как это сказать, все буквально. А коренные жители, допустим, называют эту ячейку, к примеру, Йолопукало. Кстати, я сейчас не анекдот сказал, это на финском языке так называется Дед Мороз. Йолопукало. Один человек оставил вроде даже комментарий под свое видео, там говорит, почему постоянно там написано название, вроде что-то на латынский он сказал, и он спрашивает, кем были славяне в прошлом, типа, говорит там, я сейчас могу даже зачитать. Да, давай, давай. Так он спрашивает, почему это, разные имена, например, то, как ты говорил, там, справа от нас, это, снизу там, Агарта, а слева, я уже забыл, какая там. Да у нас за 200 лет поменялось страны, это, Италия, допустим, 100 лет назад называлась Сардиния, а кто про это знает? И кто? Вот. То лучше не реагировать на этих людей, это, пускай сам разбирается, у меня сейчас идейка возникла, в двух словах, у меня сейчас такой образ насчет этой картины, если получится дополнить, отдельно сделать, хорошо, не получится, ничего страшного, смотрите, что я увидел, если вот эту картинку, которая мы уже знаем, сделана, вот эта, сейчас я скину, как она в изображении, значит, да, 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 если мы, если мы приколимся с вами, просто чисто для, чтобы людям было понятней, в самый верх мы разместим египетский вот этот глаз, сейчас, а что, интересно получается? Да, да, там будет это, классно, а дальше вообще будет бомба, вы, кстати, вовремя позвонили, может даже это, или глаз на дол, или как он там, глаз Египта, Египта, ну, иллюминатский глаз, да, да, ну, лучше египетский взять, некоторые даже считают, что вот, допустим, этот глаз, вот, сейчас, если хочешь, скину, там реально говорится, типа, этот израильский, этот, ну, как его, символ, этот, не знаю, символ Давида, да, так, сейчас я скину, увидишь, что это тоже взаимосвязано, типа, с этим, ну, сейчас, это правда, так, так вообще, это звезда Давида, она была еще, миллионы лет до него еще, вот, вроде Николай Левашов про это говорил, еще кто-то, да, звезди Давида, знаете, сколько, миллиарды лет, а я думал, миллионы, миллиарды, надо же, Левашов вроде что-то об этом тоже упоминал, где же найти, так, надо семечку, надо семечку искать, подсолнуха, чтобы вы поняли, что я имею ввиду, семечка подсолнуха, сейчас, так написать, да, мне кажется, я сейчас нашел, как тебе надо, должно быть, хвостиком повернута к нам, семечка, либо придется рисовать, семечка, ну, не остреньким, а наоборот, мы же, мы же то же самое, кстати, увидим, а вот это сота, это вообще сота, если вы правильно посмотрите, это вообще, подсолнечник, надо еще рядом, как-то прилепить этот, о, шикарный, дошел снимок, сейчас я вас улыбну, сейчас вы все увидите, вот, и вот это, вот увеличите, сейчас вы поймете, что я прикалываюсь, это что же оно есть, как раз, вот эти шестигранники, что, капец, я видел ровно такую же картину, несколько секунд, видите, вот эти шестигранники, то, что вы нарисовали, это же они и есть, да, капец, блин, это реально отвечают на эти вопросы, такое ощущение, что все, что вообще столкнуло на земле, все доекинуло, как бы, все имеют одинаковые формулы, все вообще, она называется формула Фибоначчи, не, да, не сталкивались, так у меня есть, кстати, хороший ролик, на ютубе, ой, не на ютубе, сейчас я его найду, ой, здорово, что я с вами познакомился, потому что, готовя видеоролик, я понимал, что, его, если удобрить правильной подачей, визуальной, это будет шедевр, сейчас, этот ролик, кстати, ох, сколько же мне его листать, я просто, сейчас сделаю ход конем, я скину этот ролик, он идет всего лишь там несколько, ну, где-то минутку, вот, и пока он идет минутку, я, ага, вот, так, он идет 3 минутки, сейчас, сейчас просто, после этого ролика, у вас вообще все станет на свои места, так, а ну, я проверю, это хоть он, ага, он, смотрите, я вам сейчас скидываю этот ролик, очень прошу, ой, да, блин, что там такое, потратьте, пожалуйста, 3 минутки, и когда вы увидите, что в ролике показано, у вас вообще вся картинка полностью сложится, руки, что там такое, эти каналы нет, tradемок, и, так, и, 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok